официальных документов. И пока не получат, акции протеста с повестки дня не сняты. Я не могу сказать, что больше не будет никаких протестов. По подсчетам главы профсоюза работников здравоохранения, весь июль продленное рабочее время отказывались дежурить около тысячи врачей и медсестер. Ведь в отличие от других работающих медикам, за сверхурочные платят не вдвойне, а как за обычные часы работы. С завтрашнего дня акция заканчивается, поскольку, по мнению самих медиков, реальных улучшений добиться удалось. Обещание политиков, что начиная с следующего года будет значительно повышена заработная плата в отрасли, что будет повышаться финансирование для отрасли в целом так, чтобы достичь в 2020 году как минимум 4% от всеобщего балового продукта. И самое главное, что будет принят новый закон, закон о финансировании здравоохранения. Теперь медики хотят увидеть, как данные правительству обещания будут изложены в новом законе. Им нужны гарантии. Минздраве говорят, они уже разослали профсоюзам проект нового закона. И до завтра ждут комментариев. Кабинет министров проект должен рассмотреть в конце сентября. Является ли законом финансирования тем местом, где необходимо предусматривать график заработной платы, вопрос скорее юридической техники будет дискутироваться на рабочей группе. Между тем, вопрос о дальнейших акциях протеста пока не снят с повестки дня. Хотя, по словам медсестер, любая акция – это удар по пациентам, потому они так долго терпели. За нами стоят больные, больные, которые ни в чем не виноваты. И просто что-то делать, окажется, что мы просто их подводим. И, наверное, это процесс акции действительно был для того, чтобы вся Латвия нас услышала. Больше всего участников акции протеста было в Валмерской, детской, а также больнице Страдыня. Главным ее достижением медики считают то, что общество узнало об их проблемах. Я рада, что дело сдвинулось. Но чтобы выбраться из ямы, в которой мы находимся, понадобятся годы. Обучить, привлечь и удержать новых работников – это вопрос не месяца и даже не года. Пока у медиков не будет достойных зарплат, люди будут уходить туда, где платят больше. Именно дефицит медсестер в отрасли ощущается больше всего. В регистре числится 18 тысяч представителей этой профессии. Но реально по специальности работает только 8 тысяч. Нужно еще как минимум 2 тысячи, чтобы больницы могли нормально работать.